Если вы хотите узнать, как Аризона РП убьёт сама себя, то досматривайте данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризоны РП. Вся дополнительная информация в описании. На Аризоны Ролеплей выходит большое количество обновлений. И вы знаете, вот в то время, когда мод у тебя уже такой насыщенный, большой, такой, знаете ли, можно сказать, наверное, открытый что ли, но нет, такого сказать нельзя. В общем-то, просто большой, насыщенный, огромный мод, в котором большое количество разных вещей, разных атрибутов и вот всего-всего прочего. То есть там, я не знаю, и система закладок, и вот все прочие какие-то вещи. Там и побег из тюрьмы, и там чё только нету, и тюрьма строгого режима, и тюрьма обычного режима, откуда вас должны вытаскивать адвокат. То есть всё это продумано, всё это прописано, знаете, куда-то, да, и потом, в общем-то, вот этот вот весь код, который там вот прописан на Аризоны Ролеплей, вписывая туда какие-то, знаете ли, новые вот эти вот системы, которые там будут, достаточно сложно уже всё это сделать для того, чтобы всё не развалилось. Но сегодня мы поговорим немного не об этом. Хотя в теории то, что хотят ввести на Аризоны Ролеплей, тоже может в какой-то степени немного убить Аризону Ролеплей. Как бы это не было странно, тавтологично и вот всё прочее, но это как бы факт. Но давайте немного поподробнее. А не так давно в группе Аризона Ролеплей, кстати, подпишитесь, если кто ещё не там, там вроде как, насколько я знаю, уже скоро будет 200 тысяч подписчиков, и поэтому как бы подписывайтесь. Возможно, на момент выхода вот уже этого ролика, там уже есть 200 тысяч подписчиков, как бы, а это для группы ВКонтакте. 200 тысяч, ну вот представь, игровой проект в Сэмпе. И вот тут группа ВКонтакте, 200 тысяч подписчиков. И вот ты такой, типа, алло, всё хорошо, ребят? Всё нормально? Хорошо, ну если хорошо, то ладно, я не буду ни на что претендовать. Типа, если хорошо, то всё, всё, ладно, ладно. В общем-то, там появились такие, знаете ли, видеоролики, вернее, один видеоролик с активным, таким, знаете ли, билбордом, на котором отображается какая-либо информация. В том случае, там отображался официальный сайт проекта, который, там, знаете, со всякими этими анимациями, там вот эти вот все текста и всё прочее, то есть там вот всё это было. И знаете ли, в чём проблема? Я, как уже человек, играющий в GTA Сам достаточно долго, который играл и на МТА проектах, и, возможно, там, не знаю, в КРМП, был грешок такой за мной, и в GTA 5 я также успел уже немного поиграть, и в мобильный GTA Самп я успел поиграть, я знаю уже достаточно много. И вот я, вот так, знаете, могу предположить, что после того, как ведут вот этот вот билборд, у большинства людей FPS значительно упадёт. Да, билборды будут доступны только через, я так подозреваю, лаунчер, потому что просто так их вот в этот самый, в ту версию Сампа, которая есть у нас сейчас, 037 R4, вот её просто так не внедрить, да её вообще, её невозможно внедрить, о чём тут можно говорить. Поэтому я уверен, что всё это ведут в лаунчер, который и так напичкан, там, всякими, знаете, HUDы, там, всякие новые спидометры, всё прочее. Да и сейчас ты просто даже на каких-то мощных машинах, иногда на каких-нибудь геймплеях, у сам ютуберов можешь заметить то, как, ну, иногда подлагивают. Вот такой, знаете ли, такой фриз, какой-то микрофриз, это вот когда подгружаются всякие объекты. И когда на, допустим, каких-нибудь билбордах, постоянно, как, знаете, как вы помните, CT17 из Half-Life будут крутиться какие-то видеоролики, или какие-нибудь там, я не знаю, сайты, или что-то наподобие того, разумеется, FPS у игроков будет значительно падать. Потому что вот если сейчас вспомнить сервер моего дорогого друга, моего коллеги, моего, возможно, коллеги, Данила Герреры, мы сможем вспомнить, что там тоже были, такие, знаете ли, мониторы, экраны, и вот всё-всё-всё прочее там было. И этого всего было сполна. И когда я заходил на каком-нибудь, я не знаю, дешёвеньком, таком, знаете ли, мамином ноутбуке, который там не обновлялся, я не знаю, с каких-нибудь бородатых времён, с 2010 года, когда я заходил на вот этот вот проект, казалось бы, в игру 2004 года, там всё лагало. С этим самым билбордом. То есть там воспроизводился какой-то ролик, по-моему, ролик Данила Герреры, то есть там всё это, как вы понимаете, лагало. И было, ну, не особо приятно со всем этим играть. Да, в настройках можно было всё это благополучно выключить, и лаги как бы прекращались, но осадочек неприятный всё-таки оставался. И вот если на Arizona Roleplay всё это введут, и вообще непонятно, как всё это будет работать. Стабильно, нестабильно, всё-таки это лаунчер, это всё равно какие-то там, знаете, такие костылики, немного они, возможно, какие-то небольшие, немного они там есть, но тем не менее, я уверен, что они будут нагружать, в общем-то, компьютеры игроков, потому что... Не, ну, билборды так-то нормальная тема, не то, что там эти, знаете, скины бомжи, бля. Если вам напомнить компьютеры игроков, которые сейчас есть, и напомнить то, сколько сейчас, знаете ли, просмотров собирают всякие разные FPS-апы, то становится немного, знаете ли, не по себе, потому что для большинства вот какие-то самбовские сервера, это вот чисто гетто. Конечно, говоря про гетто и аризону, это такие, знаете ли, слова-антонимы, ну, серьёзно, ну, вот как-то. Однако, если всё это будет благополучно отключаться, если со всем этим будут, в общем-то, всё это будет нормально оптимизировано, то никаких проблем, разумеется, ни у кого не возникнет. Ну, а так, всем спасибо за просмотр данного видеоролика IP Arizona Roleplay Phoenix, а также ссылочка на мой телекрам-канал. Вся эта и другая информация находится в описании данного видеоролика. Заходите, ознакомливайтесь, играйте, и самое главное, подписывайтесь на мой телекрам-канал. Всем спасибо, всем пока.